Всем привет! Сегодня я хотела показать две мои орхидеи, которые посажены у меня в стекло, в замкнутую систему. То есть здесь нет никаких сквозных отверстий и водичка никуда не стекает. Первая орхидея, которую я посадила таким образом, имела очень мало корней и постоянно были у нее вялые листики. Корни были, но их было не очень много в сравнении с тем, что она имеет сейчас. Посадила я вот такие колбочки, купленные в икее, но могу сказать сразу, кто планирует сажать подобным методом, все-таки к минусу относится именно вот такая форма изогнутая. Я пришла к выводу в процессе посадки по такому методу, что колбочка должна быть либо в форме стакана, либо прямоугольная. То есть испаряясь, влага будет равномерно подходить к верху. Здесь же она подходит где-то до этого уровня и скатывается назад. То есть вот этот уровень, где имеется мох, он у меня пересыхает. Но все равно она растет и хорошо себя чувствует. Вы можете видеть, какие она имеет корешки. Они находятся на влажном керамзите. И даже когда у нас был на улице мороз, в квартире где-то было 18, поскольку стеллаж располагается у окна, себя хорошо чувствует. Ничего не гниет у нее. Сейчас покажу с другой стороны. Вот корешочки. Тут есть растущие. Красивенькие все. Вот еще один. Вот тут растут. Красавчики. И еще где-то там сквозь керамзит, наверное, будет не видно. Вот там тоже корешок такой красивый, зелененький. Они прям туда тянутся, к низу. Поливаю я ее просто наполняю доверху водой, буквально ненадолго, потому что очень быстро все напитывается. Тем более, что вот здесь, вот опять-таки из-за этой формы изогнутой вазы, в этом уровне все равно кора не полностью просыхает. Поэтому я дождаюсь, когда вода испарится и уже тогда произвожу полив. Листья у нее всегда очень такие вот бругие, только когда вот уже прям перед поливом могут чуть-чуть стать вялыми. Вот этот листик был давным-давно вялый, как раз до посадки по этому методу. Ну вот он тургорчика набрался, но все равно какая-то такая вот морщинистость она осталась. Единственный минус, я не знаю, хочу произвести обработку железом, поскольку такие листики в орхидею, кто с таким сталкивался, напишите пожалуйста, как вы боролись с этим. Она сейчас цветет, именно поэтому собирается по крайней мере цвести, поэтому я сейчас никаких обработок не делаю. Как отцветет, тогда я займусь. По стандарту этот метод идет керамзит, потом слой мха, кора, ну субстрат который у вас есть и сверху мох. Я убрала отсюда вот слой мха, поскольку чересчур влажно, по крайней мере в такой емкости. Возможно, если это будет емкость стакан либо прямоугольная, то я бы его использовала. Вторая орхидейка я посадила чуть позже, она тоже имела корней не очень много. После того, как я пересаживаю, пока тут полезная микрофлора не создается, бывают какие-то белые тучки на коре появляются. В общем-то все это с течением времени проходит. Может какой-то корень подгнить, но это все мелочи жизни. Дальше главное, чтобы ничего не распространялось. Я добавляю сюда в субстрат угля, пенопласта, в общем, кто с чем привык работать, скажем так. Корней здесь тоже достаточно много, все идут вовнутрь субстрата. Сейчас уже скоро потребуется полив, видите, водички осталось совсем немного. И сейчас покажу, здесь тоже корешки тянутся к низу, то есть постоянно находятся во влажном керамзите и ничего с ними не происходит. Я их вообще не удобряю никак, хотя это можно делать, я думаю, что сначала полить просто водой. Затем слить эту воду, добавить удобрения и опять влить сюда воду, держать недолго и слить. Но опять-таки удобрения тогда пользуются не так часто, как на обычных орхидеях, поскольку будет засаливаться субстрат. Поэтому я не удобряю. А они, как видите, цветут и без удобрений собираются процвести. Вообще сейчас многие орхидеи у меня собираются цвести, которые хорошо себя чувствуют. И вот листья просто великолепные такие, пружинистые, красивые. Перед тем, как ей требуется полив, они такие будут слегка мягкие и могут чуть-чуть опуститься. Все как поливаю, потом они набирают влагу и просто вот так поднимаются. Вообще красота, конечно. Это при том, что сейчас здесь сухо у нее. Да, и вы видите, корешки здесь серенькие, но какие-то корешки же еще находятся там и получают влагу. Поэтому листики такие красивые и замечательные. Орхидейки собираются цвести. Вот здесь цветоносик. Пока что мы видим четыре цветочка, но думаю, что будет еще. И здесь немного. Обычно она у меня всегда цвела тремя цветами, не больше. Но сейчас я вижу, что пока четыре намечается. В общем, вот так чувствуют мои орхидеи, посаженные в стекло. По мне дадут миссис Клювди и Юлии Аксеновой. Поэтому как удобно. Но этот метод работает и он действенный. Особенно если вы хотите отрастить корешки вашим растениям. Но опять-таки они не должны эти растения быть больными. Склонными к гнилям, плесени. В общем, если растение в принципе здоровое, имеет хоть какую-то корневую. Ну или во всяком случае не имеет. Но хотя бы оно не гниет у вас. То можно посадить данным методом и посмотреть, что будет. Как в ваших условиях растение себя будет вести. Опять-таки я думаю, что не стоит сразу пересаживать всю вашу коллекцию. Стоит начать с самых таких минимум дорогих. Минимум дорогих вашему сердцу орхидеи. Ну и все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Хорошее настроение. Пока-пока. Поехали. Пока-пока. Пока-пока.